Ну а теперь такой вопрос. Была ли в вашей жизни такая ситуация, когда вы что-то делали сами, а потом оказалось, что рядом с вами были люди, которые были готовы и хотели вам помочь. Вы не попросили их о помощи. И в результате все получилось не так хорошо, как могло бы быть. Причем, может быть, и получилось хорошо, но если бы вы просили помощи, это получилось бы быстрее и лучше. Ну, представили себе такую ситуацию, да? Было такое что-то в вашей жизни? Нет. Не разумеется. Можете, Андрей, поделиться? Ну, я хотел, когда в Бурчатую жил, церковь посещал, там у меня там крещение, и у меня желание было группу «Динадошагу» начать. У меня как-то, наверное, было свойственно, я уже ответ вижу, почему я так действовал. Жадность по группе такая, святая досада, это однозначно. Потому что я никого не приглашал и пытался один все делать. Я делал лучше. Ну, да, были такие мысли всякие. Дело в том, что если бы в этом были, были люди, которые могли мне помочь, и я не то, что это не заметил, может, и динамировал, и знал, что было бы лучше. Еще кто-то хочет поделиться? Я просто могу вспомнить свою даже переводческую деятельность. Тоже, когда приезжают такие хорошие группы, такие солидные, интересные люди, и мне хочется самой, мне хочется самой приводить, и везде быть, и везде с ними ездить, потому что такие, везде посещения, и потом в результате второй-треть день я понимаю, что я выдохлась. Я понимаю, что я и работу не делаю, потому что я выдохлась. Вот, и меня уже начинают раздражать эти самые интересные люди, и все начинают раздражать. И просто потом действительно понимаешь, что вокруг-то есть же другие люди. А вот какая-то жадность, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, вот почему нам трудно, вот действительно, бывает, просить о помощи? Во-первых, думаешь, что сам сделаешь лучше, да? Недоверие. Недоверие. Вообще, да. Сделают ли они так, как мне надо вообще, да? Жадность. Жадность. Я сам хочу вот это все, и все... И слава будет мне одному. Да, и урожай мой будет, а я уж как хочу, так распределю, да? Вот это что это? Амбиции. Амбиции, гордыни, это можно как угодно называть. Понимаете? Вот хорошая иллюстрация к Андрею, вот к тем словам Андрея, который сказал. У нас на одной спружеской конференции была пара, они приехали, потому что их сын заставил. Он проходил реабилитацию в центре от наркотиков, от зависимости. И он сказал, я домой не приеду до тех пор, пока вы не съездите на конференцию. Потому что что, я приеду домой, а там опять вот все это, я опять наркотики нырну. Мне это не нужно. Пока вот вы на свои отношения... Пока все эти не измените, я к вам вообще не приеду, я лучше в центре останусь. Или вон уеду куда-нибудь после центра. И вот они приехали, так сначала на нас смотрели скептически там, ну что... Ну вроде как сын заставил. Да, сын заставил, ладно, посидим, послушаем. А в конце они написали такой потрясающий отзыв, он так написал. Вот прям прочитает. Мы поняли одну очень важную вещь. Все эти годы кошмара, когда наш сын кололся, отношения в семье разрушались, мы пытались сами решать все возникающие проблемы. Но только сейчас Бог открыл нам, что семья нам и дана для того, чтобы помочь друг другу быть сильным перед лицом опасности и испытаний. То есть муж и жена поодиночке... Пытались решать проблемы. Даже друг у друга не просили помощи. Не говоря уж о том, чтобы попросить помощи у кого-то. Еще у кого-то. Вот действительно, что это? Это наша такая вот амбициозная гордыня, да? Такая пословица есть. Меньше знаешь, крепче спишь, да? Ну, наверное, в семье она точно уж не работает. Ну, как это? Меньше знаешь, крепче спишь. Меня не волнует то, что происходит у моей жены. Жена не волнует то, что происходит у мужа, чтобы крепче спать, да? Скажем, команду. Почему команду трудно создавать? Потому что ведь в команде люди, ну, будем так говорить, должны знать, кто чем живет. А вот эта вот пословица, меньше знаешь, крепче спишь, она как-то вот заложена. Чего я буду другим говорить? Друг не так поймут. И вообще, зачем мне знать чужих проблемах? Давайте знать только то, что касается непосредственно дела. Обычно так люди рассуждают. Но если это команда, это должна быть действительно команда людей, которые максимально, будем так говорить, включены в жизнь друг друга. Мы не говорим 100%, это не надо, но максимально. Ну, и вот это вот знаменитое высказывание Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Вот почему так получается? Хотели каждый по-разному. Хотели каждый по-разному. Не знали ожиданий, кто от нас что ожидает, да? Не знали, и поэтому делали, как считаем сами нужным. А люди-то совсем другого ожидали. Получается, как всегда. Знаете, очень хорошо вот этот тренинг мы сейчас... Лебед, рака, щука. Да. Вот есть такой очень хороший тренинг или упражнение, как угодно его можно назвать, проведите на группе. Особенно это хорошо сработает, если еще группы не очень хорошо друг с другом знакомы. Вы поделитесь, скажем, людей... У вас это не сработает, потому что вы же друг с другом давно вместе. А вот в группе, где люди плохо себя знают, сработает. По парам и один про другого записывает следующее. Как я думаю, какие у этого человека мечты, какие у этого человека самые желания его сердца. И вот они друг про друга пишут. Не спрашивая. Не спрашивая. А потом делятся и говорят, ну вот как думаешь, какие у меня желания? Ну, мы же говорим, давайте только духовные вещи не трогай. Давайте вот на уровне приземленных. Потому что, конечно, духовно можем все правильно написать. Все хотят попасть на небеса, да? Все хотят быть духовными, там, святыми. Супер духовными. Это понятно. Мы говорим, давайте приземленно так мыслить. И, знаете, угадывают, ну, в лучшем случае, половину. В лучшем случае. А то и меньше. А то и меньше. Вы знаете, очень хорошее упражнение. Что показать? Вот смотрите, вот мы друг про друга вот так думаем. Оказывается, совсем не то. На самом деле не то. Причем даже не обязательно спрашивать, а какая у тебя мечта. Просто человек берет список своих, так сказать, мечтаний с точки зрения другого человека и галочки отвечает. Вот это правильно, вот это правильно, а это все нет. Вот. Вы знаете, замечательное упражнение. Проведите его. Ну и давайте посмотрим, что Клисиаст об этом пишет. Вот почему он считает вот эту пословицу не просто неработающей, не просто какой-то вредной, а губительной для отношения людей. Что меньше знает, крепче спешит. Итак, будем читать четвертую главу с седьмого по двенадцатой стихи. Четвертая глава книги Клисиаста. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это все суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им. Одному, как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. То есть, вот смотрите, какая вещь здесь описывается. То есть, вот в течение жизни, в течение отношений, люди что-то приобретают. Они могут приобрести дружбу, взаимоотвестственность. Что они еще могут приобрести? Союз. А могут что приобрести? Разрозненность, амбициозность. Стремление, может быть, к одной цели. Но каждый по-своему. И каждый укрепляется своей индивидуальностью и только в таком, знаете, вот скорлупе. Пренебрегая интересами остальных. Вот одно из двух. Причем, что самое интересное, обратите внимание. Вот в основном на всех тренингах, которые проводятся, ну, для бизнес-кругов, там, значит, чем учат. Каким образом так создавать отношения в коллективе, чтобы достичь цели? А нам про что говорит Акклезиаст? Это все что? Суета. Должно быть с источностью наоборот. Какой должна быть цель, чтобы мы, достигая ее, создали хороший коллектив? То есть цель служит созданию союза, а не союз служит достижению цели. Понимаете? Потому что в первом случае тогда и цель будет достигнута, и союз будет создан. Во втором случае цель может быть достигнута, но союз не создает. То есть мы ищем нужных людей, нужные контакты, нужные какие-то связи для того, чтобы достичь этой цели. Вместо того, чтобы, достигая вот эту цель, создавать дружбу, отношения нормальные. Потому что в первом случае мы пренебрегаем чувствительностью, нуждами людей. Мы пренебрегаем. Потом говорим, почему нет команды, почему я один, почему я ничего не успеваю. А оно потому что вот это вот идет. Мы ориентируемся на цели, а не отношения друг к другу. Так команда не создается. Ну вот тоже такой вот случай в реп-центре, который произошел. Мы были на юбилее одного реп-центра, и там ребята, которые проходят реабилитацию, ставили всевозможные сценки, там библейские сюжеты, еще какие-то там. Песни пели, песни рассказывали. И вот нас удивило, что они все выходят так вот со шпаргалочками. Так вот стоят со шпаргалочками. Ну не удивило, а как? Да, ну... Так умелило, так мы скажем. Потому что, когда мы спросили, говорят, ну у нас еще память там слабая. Ну только реабилитацию проходим, еще не восстановились. Мозги, говорит, не работают. Мозги не работают, поэтому, простите, нам надо все это подглядывать, чтобы, значит, не забыть. Учили, говорит, учили, все равно не выучили. Но они даже так на собой прикалывались немножко. А потом они вышли и стали показывать сценку, почему они попали, ну так, сюда, в репцентр. Там семью показали, где дедушка только в телевизор смотрит, уставился, вот ему никто не нужен. Ему все категории прошлого, как тогда было хорошо. То есть вот в наше время там вот нужна железная рука. Потому что вся в гаданиях, в магии, в карты там раскладывает, там звезды считает, еще там что-то. А мама вся такая несчастная, пренесчастная, потому что она одна, на нее взвалились все. И дедушка с бабушкой надо кормить, сын наркоман там. Сестра гуляет, муж в бизнес ушел, то есть вообще дома не бывает, деньги зарабатывает. Вот такую семью показали, будем так говорить. И вот что делает этот ее сын, как он становится наркоманом, как он переживает это все. И как он стал козлом отпущения для всех. И каждый считает, что у нас не было бы счастливой, если бы не вот этот наркоман. Если бы не он. Если бы не он. У кого из этих ребят не было шпаргалка. Вообще ни у кого. Все роли они знали четко наизусть и вообще. Они проигрывали свою собственную жизнь. Им не надо было запоминать слова, потому что они играли свою жизнь. И действительно, потом они, когда они ее сыграли, мы видели на глазах многих родителей, которые сидели слезы. То есть родители увидели свою семью. Потому что вот эта разрозненность в семье, ну что как не семья должна быть союзом? А если в семье разрозненность, обязательно найдется вот такой козел отпущения. Обязательно. И плохо будет от этого всем. Человек одинокий. И нет другого, ни сына, ни брата у него. А всем трудам его нет конца. И глаз его не насыщается богатством. Для кого я тружусь? И лишаю душу мою благо. И это суета все. Написано в восьмом стихе. То есть вот эта пословица «меньше знаешь, крепче спишь» Для кого ты трудишься? Кому вообще нужны вот эти все деньги? Или твой уход в домашние работы, или в бизнесы, или в прошлое, или в гадания? Ты сначала спроси у людей, им это надо? Понимаете, потому что мы как-то часто сидим на позиции. Вот мы считаем, что им это надо. А им это надо? Может быть, действительно нужно отмести это, поставить и спросить. А тебе это надо? Ведь в первую очередь людям что надо? Хорошие взаимоотношения. Любовь, тепло, поддержка. Нет, ну иногда нужно еще что-то. Я просто помню, я одну такую кайсную ситуацию произошла у нас в семье. Когда родилась Мишутка, наша Санишка, люди как-то сразу откликнулись, такая какая-то была общая радость, так было приятно очень. И к нам дали практически все, начиная от пеленок, кончая кроваткой. То есть вообще все. Понимаете, у нас раз, и дом полный чашек для этого ребенка. А почему указано? Ситуация нормальная? А если у нас все было казусное. Потому что мне понравилось, что нам все закрыто. Ну никто не принес детскую обувь. Ни один человек. Вот про что. И интересно, что проходит время, естественно, годик уже ребенку, так приближаемся к этому времени. А у меня внутри, да что же, ну что люди-то какие-то, знаете, внутри такая глупость какая-то пошла. Не могли обувь что-то подарить, она приходит ко мне, это вообще. Он говорит, Надя, а ты просила, я говорю, ну как я буду просить? Я тут понимаю. Но ведь каждый человек, который что-то приносил, почти каждый говорил, Надя, что надо? Я говорила, как я отвечала, как мы обычно отвечаем? Да что принесете, у нас все есть, за все спасибо. Ну если человек спрашивает, ну почему, действительно, я так просто начала анализировать, почему мне было стыдно сказать, знаете, вот все есть, вот ботиночек нет. Ну вот почему-то как-то вот, почему вот мне тогда было странно это сказать. А потом обижать на людей, ну как они не догадались? Подождите, вот мне, на самом деле, мне когда Миша юмор весь показал, ну просто хорошо, что как бы мы перевели на юмор, это не юморная ситуация. Но часто ведь такие ситуации возникают, и мы ведь начинаем действительно обижаться. Я вспомнил еще одну и ту же ситуацию. У нас на группе домашней одна женщина сидит и говорит, а вы знаете, вот как приятно, когда твой муж умеет читать твои мысли. Вот захотелось тебе, подумал только о цветах, а муж уже тебе дарит твои любимые розы. Ты только подумала, помечтала, вот сейчас почему-то сладенького, а муж уже коробку конфет несет от твоих любимых шоколадных. Это же так приятно. Все женщины ее поддержали. Тут точно один мужчина говорит, жена, ну ты мне скажи, что тебе хочется-то. Но я не экстрацент, чтобы твои мысли читать. Мне что, тяжело купить эти цветы, что ли, тебе? Да пойду и куплю. А вот как трудно нам женщинам это сказать. Да и мужчинам трудно сказать. Порой бывает. А уже скажет, может, уже не подарок? Она уже скажет, это я напросилась. Слошной юмор вообще по жизни. Вот действительно, меньше знаешь, крепче спишь, и ведь мы поддерживаем вот эту пословицу в отношении себя тоже. Хотя нам нужно, чтобы про нас знали, но мы вот как-то вот себя оберегаем. Вообще странная вещь. И вот 12 стих, смотрите. И нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Откуда третий-то тут взялся? Не объясните. Тут если Бог... Было-было о двоих. На самом деле... Может, Бога привозит? Бог и его слов. Конечно. Его истина, да. И тут вариантов вообще быть не может других никаких. Ну просто там это не скоро порвется. Не скоро порвется, это уже значит все равно он не может. А какой может быть еще ты? Давайте подумаем. Какой еще может быть зря? Ну если лежат двое под одним одеялом, вполне вероятно, может появиться третий. Ребенок? Святый, да. Ребенок всегда живая. Есть песни, конечно, что у них, кажется, получены в трое. Ну здесь идет, в принципе, вообще перечисление. Один упадет, другой поднимет. Одному холодно, другому может согреть. Муж, жена... Только вдвое раскрутится, а втрое это косичка. Просто не скоро порвется. Значит, он порвется все равно. Ну, я так анализировал. Думаю, Бог тут не при чем говорят. Даже если Бог, все равно может порваться, потому что люди отворачиваются от Бога. Зато не люди. Тут происходит такое, что мы друг от друга можем уйти, а Бог-то останется, Он никуда не денется, и Он не порвется. А вот мы поссориться можем. Видите, у нас как много разных мыслей, да, вот чувствуете? И действительно, и каждый из нас мыслит опять с позиции своих жизненного опыта. И мы можем этот опыт объединить. И вот смотрите, вот как важно, чтобы мы... Действительно, мысли, вот эта вот третья составляющая, которая скрепляет, вообще она какая? Конечно, мы согласны, что в каждой семье, в каждой отношениях это может быть свое. Может быть. Кто-то думает о ребенке, кто-то думает там еще... О боге, кто-то думает, может быть, даже о достаточном количестве денег, чтобы их собрать и нам все есть отдохнуть. Может быть, это деньги будут такой связующей силой. Понимаете, то есть... Жена никуда не денется, если я лишу ее. В общем-то, понимаете, любое вот такое предположение, оно, будем говорить, не имеет права на существование. Здесь нет конкретного как бы довода. Мы можем логически мыслить, да? Раз здесь говорится о мудрости, мы можем предполагать все-таки, наверное, третья составляющая мудрости, но любой человек мудрость мыслит по-своему опять, да? Опять мы приближаемся к земному, под солнцем, да? То есть мы опять вам говорим, что варианты все принимаются. Не может быть такого на группе, что нет, этот вариант неправильный. Деньги ни в коем случае не являются связующим звеном. Ну, давайте просто подумаем. Знаете, вот смотрите, давайте даже возьмем те же самые деньги. Мало ли мы знаем семей, где действительно разговоры ведутся только такие. Как бы купить квартиру в центре, как бы поменять двух на трех, как бы купить... Дать образование нормальной ребенку, на это заплатить. Причем в хорошем, престижном будке. За границу обязательно съездить, отдохнуть, потому что это уже престижно. А как бы поменять машину на лучшие, так сказать, практически родители, а потом ищут, ну, своего рода, может быть, кайф в деньгах, в богатстве материальном. А потом могут удивляться такие родители, что... А почему дети у них находят кайф гораздо быстрее, чем они, в наркотиках? Что ему надо было, он же все имел. А вот такой ребенок, который видит, как родители потом и кровью долго-долго добиваются кайфа. А зачем им это надо? Когда можно быстрее найти путь к нему. Вы знаете, вот просто интересная такая статистика, что считается, что наркотики в основном потребляют дети из... Бедных семей, неблагополучных. Наоборот, из богатых. А выяснилось, что... Наоборот. А, да, из бедных. А выяснилось, что, наоборот, из благополучных семей чаще дети. И не потому, что наркотики стали дорогими, а потому что отношения в семье не те. То есть дети быстрее ищут кайф. Вот там кайфа нет, потому что там не те ценности. Ну, это как, понимаете, и вот так можно разобрать любую. Ну, давайте разберем нитку второй скрученный, третий вставляющий ребенок. Давайте посмотрим, что будет дальше. Попробуйте, понимаете, раскрутить любую логическую ситуацию, любую жизненную. Проиграйте ее нагрузку. Проиграйте. И вы увидите, что действительно, каким образом вот слово Божье, да, вот экклесиаст, он станет конкретной, реальной вообще вот поддержкой и указательной для каждого человека. Вот любая мысль, которая прокрутилась, прокрутите ее. Вообще, в своей философской сказке «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери сказал такую вещь, что взрослые оперируют цифрами. Они не умеют мыслить по-другому, только цифрами. Вот он пишет такую вещь. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спрашивают о самом главном. Они никогда не скажут, какой у него голос, какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что они полностью узнали, что это за человек. Когда ты говоришь взрослым, я видел такой красивый дом из розового кирпича, на окнах у него герань, на крыше голуби сидят. Они не могут себе представить этот дом. Им нужно сказать, я видел дом, он стоит 100 тысяч франков. И они восклицают, а вот это красота. Может быть, конечно, здесь утрировано, но согласитесь, что будьте как дети, не дряже говорится в Писании. Может быть, действительно стоит наслаждаться красотой, а не тем, что мы имеем. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ну и давайте мы сейчас с вами сыграем в одну такую интересную игру. Нам она кажется интересной. Можно попросить раздать всем по 10 жетонов. Каждый из этих 10 жетонов будет воплощать какую-то часть вашей жизни. То есть, одна десятая часть вашего времени здесь на Земле, одна десятая часть вашего состояния здесь на Земле, одна десятая часть ваших эмоций, сил. В общем, все, что у вас здесь, в вашей земной жизни, это 10 жетонов. Итак, один жетон, вот этот один листочек обозначает одну десятую часть вашего существа. То есть, ваших эмоций, ваших желаний, ну, вашей жизни, так сказать. Всех финансовых средств, которые есть. Сейчас мы вам будем предлагать, ну, на продажу будут выставляться там два предмета одновременно. И нужно будет что-то для себя выбрать. Выбрать можно только что-то одно. Сразу два нельзя. И когда вы что-то выбираете, мы называем его ценой, и вы на жетоне подписываете. Что вы купили? Например, если вы выбрали, ну, например, там, дом, мы пишем на букву «Д». Ну, давайте, значит, рассмотрим первый вариант, чтобы было сразу понятно. Предлагать, значит, на продажу хороший дом или просторная квартира и спортивный автомобиль. Стоит это один жетон. Либо дом один жетон, либо машина один жетон. Вот что вы выбираете, подпишите на жетоне. Жетоны вы можете сэкономить, то есть сейчас вы можете ни то, ни другое не покупать. Вот. Но сразу два выбирать нельзя. И потом возвращаться к первой паре тоже нельзя. Понятно, да? Итак. То есть предлагается дом или хорошая такая машина. Да, один жетон стоит. Или-или. Вот, выбирайте. Ну, мы исходим, естественно, из того предпосылка, что сейчас у вас ничего нет. Я понял. Понятно, да? Вот у вас вся жизнь впереди, так сказать. Значит, этот жетон откладываем в сторону, если вы его уже подпишите. Подписали и откладываем в сторону. Следующая пара. Следующая предлагается. Значит, полностью отплаченный в отпуск в течение месяца в любой точке земного шара для вас и вашего лучшего друга. Ну, там, муж, жена. Если не женатый, то лучший друг. Или ребенок. Ну, в общем, пожалуйста. Вот полностью оплаченный отпуск на двоих. Или гарантия того, что дело, о котором вы сейчас думаете, точно состоится и в вашу пользу. И то, и другое стоит два жетона. По два жетона, да. То есть либо то два жетона отпуск, либо два жетона гарантии осуществления дела в вашу пользу. То есть берете два жетона и подписываете. Нельзя по одному делать. Два и два. То есть сейчас у вас должно уже получиться так три, да, если вы выбрали. Следующая пара. Все, это снимается. Обратно возвращаться нельзя. То есть сейчас вы, их надо было дом. Все, дом уже снят с торгов. Следующая пара торгов. Самая большая популярность в кругу знакомых в течение двух лет. Стоит это один жетон. Или? Или один настоящий друг. Это два жетона. То есть если выбираете друга, подписываете два жетона и откладываете в сторону. Если выбираете популярность, то один жетон откладываете в сторону. Дальше. Следующая пара на торгах. Хорошее образование. Это два жетона. Которое потом принесет вам много плюсов. Два жетона. Или предприятие, приносящее такую хорошую прибыль. Тоже два жетона. Выбирайте. Или образование, или предприятие с прибылью. По два жетона. По два жетона. Там два жетона и тут два жетона надо подписать. Следующий вариант. Здоровая семья. Один жетон. Здоровая не в смысле здоровья. В смысле хорошая, крепкая, нормальные взаимоотношения. Любят друг друга. Один жетон стоит. И всемирная слава. Это два жетона. Следующая пара. Изменить любую черту своей внешности. Это один жетон. Или быть всю свою жизнь довольным собой. Это два жетона. То есть, если сейчас у вас что-то есть, чем вы недовольны, умерть, как вот Андрей сказал, всю жизнь мечтал похудеть. Все. Один жетон, и вы вот такой, какой хотите. Встроенный, как Шварценеггер. Либо всю свою жизнь довольна собой, вот такой, какой вы сейчас есть. Но это два жетона за то стоят. Теперь смотрите. Маленькое замечание. Кто в прошлый раз выбрал здоровую семью? Есть такие? Поднимите руку. Так. Вам нужно дать два жетона в награду. Потому что тот... У кого есть здоровая семья, того есть... Тот, кто выбрал здоровую семью, вам дается еще два жетона. Следующее. Пять лет ничем не нарушаемого физического наслаждения. Это два жетона. Или уважение и любовь к вам тех, кого вы больше всего цените. Тоже два жетона. То есть физическое наслаждение в течение пяти лет. То есть ничто не болит. Ничего вообще не волнует. Голова не болит. Фильм из клуб ходите. В общем, все же. Занимайтесь чем хотите. А второе. Уважение и любовь тех, кого вы цените. То есть к вам эти люди будут хорошо относиться. Тоже два жетона. Но физически там нет недугий, никто не отменял при этом. Фитнес-клуб. Опять жетон окончен. Следующее. А, ну вот здесь... Теперь вот сразу надо сказать. Те, кто выбрал физическое наслаждение, есть такие? Вы должны заплатить еще один жетон, потому что все, оказывается, стоит гораздо дороже. Есть вещи, за которые надо платить? Да, вы еще положите в эту кассу еще один жетон свой. Если кто-то из вас выбрал физическое наслаждение, еще один жетон. Напишите 5 лет наслаждения, еще один жетон опустите в кассу. Нет, нет. Разорвать. Нет, все тогда. Идем дальше. Теперь... Следующее. Чистая совесть, два жетона. Или... Или умение добиваться успеха во всем, чего бы вы ни пожелали. Два жетона. Тоже два жетона. Да, все, понятно. Все окончено. У меня тоже чистая совесть. Чистая совесть. Два жетона или умение добиваться успеха во всем, чего бы ни пожелали. Два жетона. Следующее. Чудо, совершенное ради человека, которого вы любите. Два жетона. Или возможность заново пережить или повторить в своей жизни любое событие из прошлого. Которое вам было приятно. Или наоборот, пережить его еще раз, которое было неприятно. Ну, любое событие. Еще раз. Тоже два жетона. Итак, чудо, совершенное ради любимого человека. Два жетона. Или способность или возможность заново пережить любое событие прошлого. Тоже два жетона. Семь дополнительных лет жизни. Это стоит три жетона. Один попросил уже. Пятнадцать ему дал бог. Или безболезненная смерть, когда придет время. Ну, и легкая смерть. Ну, так тоже нормально. Тоже три жетона. А если один остался? Значит, уже не можете купить ничего из этой пары. Еще дальше купишь валент. Итак, семь дополнительных лет жизни три жетона. Или безболезненная смерть, когда придет время. Легкая смерть. Тоже три жетона. Торги закончились. Бум. Теперь смотрите. Давайте такой себе вопрос зададим. Вот какой покупкой вы довольны больше всего? Подумайте сейчас между собой. Может быть, даже стоит в группах вам поделиться? Ну как? Пускай назовут каждый. Вообще мы предлагаем это в группах. Вот если нет, то есть желание поделиться. Какой покупкой вы больше всего довольны? Андрей? Ну, не думал, конечно. Не думал. А счастьем и любовью близких. Счастьем и любовью близких. А такая была покупка? Семья. Семья. Так, еще. Здоровая семья. Здоровая семья. Наташа. Дома я доволен. Одну, что-то, двухэтажа. А я отдыхаю. Замечательно. А я отдыхом. Отдыхом, так. Что-то дома нет. Света. Семья. Семья. Убалденно. Так, Наташа, а вы? Они свободны. Ну, наверное, все-таки больше гарантии дела. Гарантии дела, что у нас состоится. А жалеете ли о том, что вы что-то не смогли купить? Да. Ведь вам жетонов-то не хватило, да, кому-то, я так понимаю? Нет, мы еще не остались. А вот если жетоны остались, здесь, знаете, как... Смотрите, сколько возможностей вы упустили. Вам Господь дал вот это все. Считайте, вы закопали это в землю. А вы как талант эту землю закопали и не использовали в своей жизни. Вот давайте подумаем. Вот если вернуть назад, что бы вы купили на эти оставшиеся жетоны? То есть просто в зельбе закопали это в землю? Ну, это невозможность, как бы, ну, для меня это неважно. Не реализованно, да? Не реализованно. Не мечтаем, ну что, машина не помешала бы, я бы купила. Бы, ага. Конечно, потом... Не, если бы это была реальная машина, я бы, конечно, ее взяла. Реальная машина? Ну, не предлагаем, что... Все, мы играем, в игре всегда все реально. Еще раз говорю, что это игра, чтобы вы не думали, что это все в реальности предлагается. Но с другой стороны, в игре нужно проживать это как в реальности. То есть если мы предлагаем дом, это дом, а не то, что там... А что бы вы хотели изменить в правилах игры? Чтобы изменить все по-настоящему. Вообще все по-настоящему выдавали, да? Замечательно. Чтобы жетоны не заканчивались. Чтобы жетоны не заканчивались. И, как правило, еще говорят, чтобы заранее знать, что будет на торгах. Весь, огласите весь список, пожалуйста, да? Вы знаете, ну... Потому что что там дальше? Вот сейчас купишь, а дальше это вдруг жетонов не хватит. Ну, согласитесь, что жизнь-то такая, в общем-то, реальность. Что второй вариант может и не возникнуть. Да, и мы не знаем, что будет. Обратно-то вернуться и купить здоровую семью, там, например, да? Да. Или хорошее образование. И в жизни, сведено, то, что дано, как правило, вот оно дано. Вот. Ну и уже каждый из вас, смотрите, какие жизненные ценности ваш выбор показал. Действительно, что в этой жизни для вас важно. То есть это, в общем-то, такая игра, которая многие вещи выявляет. Итак, вопросы для обсуждения, вопрос, так сказать, на том, для размышления каждого. Если бы вы не помогали другим, где и каким был бы сейчас ваш духовный рост? Ваш духовный рост. Ваш личный. То есть помощь нужна не только человек, который просит помощь, но и тот, который оказывает. Это влияет на его духовный рост. Ну и второй вопрос. Вопрос, каким образом вы можете укреплять других людей. То есть быть вот этой частью нитки, скрученной втрое. Понятно, да? То есть вы приходите в этот союз двоих. Человек и Бог. И сами вы и Бог приходите в этот союз, чтобы... Ну, Бог-то один получается. Чтобы быть частью нитки, скрученной втрое. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok